Всем привет, с вами Артур, мы продолжаем проходить Готику 2 Ночь Ворона, DLC в Яркендаре сейчас находимся, и сейчас мы отправимся в болото, я думаю, прямо через портал пойдем, почему бы и нет. Пропробуем что-нибудь тут найти полезное. Я видел там какие-то постройки, возможно, нам стоит туда пойти. Еще по карте посмотрим, где мы находимся, точной. Так, и заодно выпью зелье. Лучше быть подготовленным ко всяким тварям. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну давай, открывай эту карту, гребаную. Пойдем вниз, я думаю, там у нас есть постройка, она меня очень интересует. Раз уж мы зачищаем постройки, у нас осталось их две всего найти. Ну и посмотрим, кто нас тут встретит. Интересные вещи тут. Но в этих развалинах чего только может не быть. Я надеюсь только на таблички, остальное не столь важно. Мух убьем. Болото хочу полностью зачистить. А-а-а, еще один зелье и свиток какой-то. Где-то ящерицы зашумели, мне кажется. Ну и вход в одну из построек. Посмотрим. Бандиты сюда точно не захаживали. Я где-то слышу каменных стражей, мне кажется. Сзади меня, поэтому я стараюсь. Нет, никого нету. Да сто сокровища одно нашли. Еще одно. Что у меня слова бывает, вылетают сегодня. Зелья и свиток. Не так и много. Полезем так, наверное. Привет. Серьезные парни. Каждый зал охраняет кто-то свой. То зомби, то каменные стражи. Но каменные стражи не самые страшные охранники. Хотя и зомби были не страшные. Нас же интересует лишь опыт, который из них падает. Какой-то странный синий свиток. Синие свитки, а не случайно не свитки телепортации. Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Это дверь? Похоже, что нет. Посмотрим, что за свиток. Мне кажется, этот свиток может нам помочь открыть этот сундук. В крайнем случае. Где свитки? Так, свитки. Спасибо. Помогите. Да, что-то тут не так. Это должно работать как-то по-другому. Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Но, видимо, сюда потом придётся вернуться. Других у меня идей нет. А, может быть, у одного из каменных големов ключ? Ага. Зелёных таблички две. Интересно. Ну и что, они одинаковые? И на них, на всех написано одно и то же. Третью ловушку создал Куархадрон. Лишь он знает, как открыть вход. По-моему, я уже такое читал. Ну, тем не менее, мы прошли ещё одну постройку. Самое время зачистить до конца болота. Не знаю, что сделать с бронёй. Может, одеть всё же бандиты. Или в этой пока ходить. А ванпост найдём, тогда уже оденем. Вон, дрон летает. Нифига себе, мне кажется, снялось очень много. Или у меня уже было не так много здоровья. Нет, снимает много. Лучше уж их расстреливать. Так, что же нас тут ждёт? Вообще, стоило бы с картой свериться, куда лучше пойти. Может, к следующей постройке. Или следующая постройка как раз на том месте, где находится этот дебил-ворон. Оооо, червяки. За них я буду получать неплохо опыт, если, конечно, я смогу их убивать. Я вас ещё не забыл. Ну, в общем-то, здорово. Пещеру какую-то нашли. Опять с кладом. Переживаю, что там может быть мракорис, как они любят в эти пещеры вставлять. У меня не всегда получается. Так, это подписанные бандиты. Лучше я одену броню бандит и попробую с ними поболтать. Если это прокатит, конечно. Как дела? Что тебе нужно? Если тебе нечего мне сказать, проходи мимо. Иначе мой приятель сделает из тебя фарш. Так что тебе нужно? Да ничего не нужно. Ну ладно. Они сегодня достаточно сильные. Пусть живут. Может, пригодятся по квесту потом. Не могу сказать, что я рад, что их встретил. Но я рад, что я встретил змейка. Блин, их там двое. Надо было... Ну, уже поздно вставать. Ну ладно. Тогда мы попробуем... Выманить одного. Потом опять же полечимся. После дрона. Сейчас будет чисто выманивание. Совсем не вижу, куда он подходит, поэтому просто постоянно машу. Из этого не выйдет ничего хорошего. Фух, и всего 250 опыта за такую-то тварь. Как-то... Неравномерно. Офигенски. Да, лучше загружусь. Как-то он меня хорошо напинал. А я тоже его выманю. Тут хорошо пошло. Так, оружие доставим. Да что пиво, ублюдка. Ну, твари. И много вас тут таких. Надо ближе их подпускать, тогда урон сильнее проходит. Когда он замахивается, тогда уроны у нас проходит. После таких лучше делать сейв, если двое побегут внезапно. Откуда-то будет плохо. Ну, развлекай меня. Вон, дают. На 10 опыта меньше, чем за этого голема убить. Насколько проще. Как-то я странно легко бег... А, вот уже не бегаю. Плохая ситуация. Ну, не знаю, что тут делать, в общем-то. Ай, дебилизм. Вот об этом не говорю двое, это кошмар. Даже если это не два каменных голема. Что это лечение. Так, каменный голем согрелся. Это хорошо. Ну, вот так, конечно же, легче. То же самое и с орками. Ну, потом будет. Одного-то мы как-то можем потом убивать, а парочку... То вряд ли. Вообще, зачем я иду к этой постройке? Ну, в постройках бывают таблички же, да? А тут просто это опыт даже. Ох, сложный выглядит замок. Но по виду сундук такой внушительный. Оказалось, лево-лево, право-право. Сэкономлю отмычки. Я разорву тебя на куски. Нифига у них урон-отстрел. Я думаю, они уже все равно не будут довольны, что я переоделся. Или будут. Ребята, я свой. Не верите, да? Я тебя еще достану. Ты уже меня достал. Ты уже меня достал. Так, ладно, я не хочу его слушать. Сейчас закончим и... Загрузимся, чтобы появиться в нормальной одежде. Бандитской. А то так не круто. Стоп, я открывал его уже, да? Дерьмо. Мне показалось, что пароль был лево-лево-лево-право-право-право. Оказалось, лево-лево-право-право. Поэтому две отмычки из-за этого сломал. Ну ладно. Стоп. Все спокойно. Я свой. Как дела? Ты хочешь узнать, как у меня дела? Я тебе расскажу, как у меня дела. Сначала какие-то пираты привезли меня сюда в шторм. Я обливал всю их посудину. Затем ворон запер шахту, потому что какие-то идиоты слишком сильно хотят золота. А затем Франко стал командиром охотников и убивает всякого, кто против него. Я бы сказал, что дела идут отвратительно. Как Франко сделался старшим? Очень просто. Убил Флайчера, который был командиром до него. Флайчер был свой парень. А Франко просто загонял нас. Ты можешь научить меня кое-чему? Я многое знаю про кровавых мух. Я ненавижу этих гадких тварей даже больше, чем... Я ненавижу... Но я знаю, как отрывать от них... Ой, нет, это мне. Если хочешь, я могу научить... Конечно, я ничего не буду... Пап, что бы ты... Всё, по 100 золотых одному поинту. Но я не уверен, что мне это надо. Так, посмотрим по карте, где мы находимся. Ну, работай, говно. Так. Ага. Здесь мы тут просто кругами... Круги наворачиваем. Я думаю, можно отправиться... В эту сторону и попасть к одному из последних построений... Этих... Старых народов. Древних. Правда, не уверен, что... Ну, пока я броню не буду снимать... Конечно, это будет непросто. Чё, ещё один новичок. Тоже за золотом, да? За золотом? Хе-хе-хе-хе. Не пытайся обдурить меня. Все, кто приходит сюда, хотят попасть в шахту. Но не думай, что это будет легко. Как мне попасть в лагерь? Просто иди по настилу. Но если ты захочешь попасть в шахту, тебе придётся иметь дело с Франко. Он считает, что все новички должны сначала немного поработать снаружи. Расскажи мне про шахту. Я дам тебе совет. Если ты хочешь попасть туда, ты должен понравиться Франко. Он тут главный. Он решает, кто пойдёт туда следующее. И он пустит тебя туда, только если ты не будешь тут лодорничать. Так что пойди к нему и попроси у него какую-нибудь работу. А где я могу найти Франко? Обычно он торчит во дворе перед лагерем. Будь с ним в хороших отношениях, и ты получишь какую-нибудь работу, получше той, что делаю я. Ты должен всё время здесь сидеть? Я должен встречать этих новичков, чтобы убедиться, что к нам не пробрались шпионы. Но об этом можно забыть. Я хочу сказать, что мы здесь на краю света, в середине болота. Никто не может найти нас, и никто нас не найдёт. Потому что кому нужно посылать сюда шпионов? Какие новости? Да нет, ничего нового. Окей. Ну я не хочу идти, но вообще... КОНЕЦ 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 Болотная акула Немножко странно Но вообще мы получили левел На этом всем деле И иду я Как вы уже поняли Именно к постройке Я очень боюсь Что кто-то из этих тварей По мне попадет В такой броня Я думаю Я грибу Блин Ну сокровище на сокровище Два свитка Но хоть что-то Так, там у нас Очень круто Целых три Акулы Будем выманивать Да, не три, а четыре Ошибочка О, замечательно Вот если голема будет Это уже будет жесть Быстрее умирай А то сейчас тот еще встанет Из этих кустов Нифига не видно Но еще двух там вижу Если, конечно, правая Это болотная акула Ну мы, похоже, пришли К постройкам Я надеюсь Сохранимся на всякий случай Так, у нас там какой-то Костерчик Может там бандиты Смотри-ка Новое лицо Ты пришел просто постоять рядом Или, может быть, все-таки поможешь? Ну это зависит от того В чем тебе нужна помощь Болотные акулы Начинают подбираться Ко мне слишком близко Самое время Прикончить некоторых из них Что я получу за помощь? Франко сгноит тебя здесь Если ты этого не сделаешь Если ты хочешь попасть в лагерь Тебе придется помогать другим На одних словах Ты далеко не уедешь А кроме того Я могу показать тебе Как разделывать этих зверюк Но я не думаю Я думаю, что Франко пошлет тебя в лагерь Просто за то, что мы здесь Немного повеселимся С болотными акулами Здесь есть люди Которые уже долгое время Ждут возможности попасть внутрь И следующим, кто туда попадет Буду я Лучше бы это было там А что в лагере? Вопрос в том, чего нет в лагере Там нет болотных акул Там нет болотных кочек Вообще нет болота Зато там есть выпивка и золото И насколько я знаю Там даже есть женщина Понял? Целая одна Давай разберемся с болотными акулами Ты наконец понял Как здесь нужно себя вести Приятно слышать Слышишь? Да Я их слышу Появились из ниоткуда Что нам теперь делать? Они приближаются Они хотят закусить человечиной Ну-ну Мы посмотрим Кто кого съест Пойдем Пойдем Че они все на меня-то? Вот так лучше Еще, да? Да Ну как, доволен? Хорошая акула Дохлая акула Это будет предупреждением ее собратьям Отлично Мне нужно сделать еще что-нибудь Если нет, я пойду Иди И если ты захочешь научиться чему-нибудь еще Ты знаешь, где меня искать Окей Помогли, но в целом В любом случае Даже если он не дал за это задание Никакого опыта Мы получили опыт За убийство Плюс нам все равно сюда надо Думаю, можно Экипироваться Во всяком случае На этот момент По-быстренькому пройти Ведь, конечно, это не бандитский лагерь Ну что-то он не похож на бандитский лагерь В любом случае И да Замечательно Мы видим Парочку Врагов Во всяком случае Одного В m В атоме Вرض Вдочки Вдози Вд контроле Девушки отдыхают. 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 Ага, кажется, я кое-что нашел. Девушки отдыхают. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...